Слава Кавказу! Слава Чкерии! Азербайджану слава! Аркал! У нас и марш за верховодство законное право, вот о котором я каждый день публиковал новости. Вот наши братья чеченцы, сейчас прибыли чеченцы, ингуши, прибыли на границу Франции, Германии, Швейцарии. Теперь мы с азербайджанской делегацией встречаем их и прошу всех поделиться, всех поделиться, чтобы наша эта историческая встреча с учетом секундской делегацией, с самого вечера! Добро пожаловать на эту мировую зону! Ага, это ты, это мировая зону! Спасибо! Зайнато, пожалуйста, поближе, пожалуйста, подойдите нам, сколько нам еще ближе. Слово предоставляется нашему Аксакалу, президенту Ассоциации Мироправа и вице-премьеру Чеченской Республики Ичкерии Сайдемен Ибрагимову. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто переживает за наш марш, кто нас поддерживает. Сегодня мы встретились с нашими братьями азербайджанской группы, которая является отделением нашей Международной Ассоциации Мироправа и Человеков в Бернии. Мы вместе с азербайджанцами, с представителями народов Европы, мира будем действовать в защиту интересов верховенства прав и свобод человека. Мы за справедливость, мы за то, чтобы не было войны, и мы за то, чтобы мир разоружился, не демонстрировал силу, а демонстрировал силу закона. Самое главное для нас это верховенство права и справедливость. Мы будем добиваться этого. Призываем всех объединиться с нами и помогать действовать вместе за верховенство права и справедливость. Я хотел бы, чтобы наш азербайджанский брат, друг, сказал свое слово. Я тоже присоединяюсь ко всем словам Сайдемина. К сожалению, во многих изданиях про кавказцев нас представляют как террористов, как, не знаю, убийц. Но мы не террористы, мы не убийцы. Мы кавказцы, мы гордый народ. И наше свободолюбие и то, что Кавказ находится, осеет земного шара, обетованная земля, в этом наша большая проблема. И мы не позволим никогда никому, чтобы завоевали Кавказ, чтобы нас покорили. Мы требуем справедливости, мы требуем верховенства закона, мы требуем то, чтобы 250 тысяч чеченцев и мирных жителей, и 45 тысяч русскоговорящих населений там, и плюс 42 тысячи детей, которые невинные дети погибли под бомбежками. В том числе, мы требуем справедливости для Грузии. И то, что оккупирована территория Грузии, мы требуем, чтобы немедленно освободили территорию Грузии. Мы требуем, чтобы освободили и Донецк, и мы против аннексии Крыма, мы против оккупации Карабаха. И в том числе, я эту Карабахскую войну, как говорят, на собственность шкуля испытывал, мои друзья, мои близкие погибли в этой войне. Мы требуем справедливости. И я со всей душой поддерживаю и всегда буду рядом с моими чеченскими братьями. Так что, где чеченцы, и где проблема чеченцев, вопрос чеченский вопрос, я там чекерец. Я говорю не только от имена Азербайджана, я не имею права от азербайджанского народа говорить. Я от своего имена, как представитель Азербайджана говорю. Я и азербайджанец, и грузин, и чекерец, и украинец. Слава Кавказу, слава героям Кавказа. Я хочу добавить. Все, кто сегодня абсолютно равнодушно сидят у себя дома, я обращаюсь к ним. Сегодня мы вышли не ради своих собственных интересов. Мы сегодня представляем интересы всех, чьи права нарушены. Представляем интересы тех, кто были убиты, ранены, репрессированы. Мы представляем интересы всего чеченского народа и всех других народов. Мы представляем интересы наших братьев, которые невинно томятся в российских тюрьмах. И мы требуем, чтобы они были освобождены. Они защищали свою родину. И это не криминал. Это их долг. И они выполняли свой долг. Мы будем добиваться того, чтобы Владимир Путин сидел за решеткой, чтобы Международный уголовный суд вынес справедливое решение в отношении преступников. Я утверждаю, и я готов отвечать за свои слова, что Путин является преступником. И Путин должен понести ответственность за горе и страдания наших матерей, наших отцов, наших старших, которые ушли из этой жизни с надеждой, что мы пронесем свой долг, пронесем их стремление к свободе и добьемся ее. Те, кто думает, что Ичкерия погибла, они глубоко ошибаются. Мы Ичкерийцы. Мы за свободу своего народа. И Ичкерия, пока есть один человек в этом мире, который борется за свободу Ичкерии, Ичкерия не погибнет. Слава Ичкерии! Подрастающие поколения нашего народа, я уверен в том, что они пронесут это знамя с собой и добьются свободы. И мы добьемся. Мы не отступим ни на шаг. Мы придем к свободе. И это наше право, и это наша прямая человеческая обязанность. Мы ответственны перед теми, кто, защищая свою родину, ушли из этой жизни. Они тоже хотели жить. Они тоже хотели пользоваться благами этого мира. Но они ради нас отдали свои жизни. И мы не вправе этого забывать. И те, кто сегодня совершенно равнодушно сидят у себя дома и не хотят нас поддержать, им будет позор не только сегодня, но и на будущие времена. Их дети, внуки, правнуки будут смотреть на тех внуков, правнуков, детей, отцы которых шли сегодня за свободу своего народа и завидовать им. И позор тем, кто сегодня осуждает наш марш и говорят, что мы ничего не добьемся. Мы уже своим маршем добились многого и добьемся. с вашего разрешения я кое-что хочу добавить. Вот когда ты посреди минного поля у тебя шансы выжить, что пойдешь вперед или пойдешь назад подорваться одинаково. Если назад пойдешь, подорвешься как трус, будешь прокленом. Или живым останешься, будешь умирать тысячи раз в день. А если пойдешь прямо, если подорвешься, будешь шахидом, будешь мученником. В истории попадешь как герой. А если будешь живым и будешь жить достойно герой. Так что мы из тех, что мы идем только вперед. Наш тут вперед за свободу Кавказа. Я хочу представить Аслана Арцуева, он является пресс-секретарем, руководителем филиалов Германии. И все вопросы, связанные с прессой, лежат на нем. Даю ему славу. Сегодня мы уже 10-11 день в пути. Мы идем со Страсбурга в Женеву за верховенство права и справедливости. Мы призываем декларируемые права человека соблюдать. Мы требуем законы, мы требуем справедливости. Единственное наше требование это соблюсти букву закона, дух закона и справедливость. Привлечь, начать расследование по массовым убийствам, геноциду, военным преступлениям, агрессии против Чеченской Республики Ичкерия. В случае, если же расследование не найдет причин для возбуждения уголовного дела, мы хотели бы услышать и этот ответ. В случае не найти невозможно, потому что доказательная база создана. Мы требуем юридической аргументации и оценки произошедшего. Если же будет вот это судебное решение, тогда весь мир вздохнет с облегчением. Путин является угрозой, когда когда-то Джохар Дудаев говорил, что Путин является опасным для всего мирового сообщества. Кому-то казалось, что чеченцы так просят помощи. Нет, это не правда. Мы просим помощи не для себя, а для всех в этом мире. Потом началась война в Грузии, потом в Сирии, отравления в Лондоне, ядерные применения полония. И многое-многое другое ожидается, если не остановить КГБ, ФСБ и военного преступника Путина. Поэтому мы требуем всего лишь закона. Будет этот закон или нет, это зависит уже от международных, больших, высоких инстанций. А то, что мы будем требовать и реализовывать свои права, в этом нет никакого сомнения. Нам еще 21-20 дней идти до Женевы. Прошу присоединяться, поддерживать наш марш. И обязательно привлечь к ответственности военное и политическое руководство преступной путинской России. Спасибо. Спасибо. И только вперед. Сейчас я переверну камеру, и мы пойдем дальше. Всем братьям, большое спасибо. Те, которые ставят лайки, те, которые поделились, всем огромная просьба, поделитесь нашим этим видео. Мы хотим, чтобы вся мировая сообщество и все, кто не безразличный к нашему маршу, которые проживают в Европе, в Швейцарии, во Франции, присоединитесь. Вы тоже примите участие в таком историческом марше. В общем, думаю, что каждый кавказец обязан принимать участие в таком благом деле, где речь идет о свободе всего Кавказа, где речь идет о верховенстве закона, где речь идет о справедливости, где речь идет о том, что убиты сотни тысяч людей, невинных людей, которые в результате бомбежки, в результате военной агрессии погибли. Вот мы требуем справедливость за все это. Вот все наши братья, которые следом за нами идут, они уже сегодня 11 день, они идут, в общем, пеший марш проводят. Вот эти люди днем и ночью ходят. Я очень горд, что я тоже принимаю маленькое, хоть маленькое участие в таком историческом марше. В общем, такие дела, ребята. Всем огромное спасибо, всех прошу, поделитесь везде, где можете, во всех группах, в своих страничках. И желательно, чтобы больше людей узнали об этом марше, об этом таком историческом марше, что вот чеченцы, наши братья чеченцы, ингуши и вот азербайджанцы тоже мы все присоединились. Сейчас, одну секундочку, я передам камеру нашему другу. Мы только требуем справедливости. И наш Аксакал, Сайдемин, вот, как наш полководец, он идет впереди. Я вам скажу, что его боевой дух меня просто поражает. Он ни от кого не отстает, наоборот, все молодые ребята отстают, могут догонять Сайдемина. И Сайдемин это для нас пример, он для нас пример, каким должен быть настоящий воин, каким должен быть настоящий кавказец. Я очень горжусь, что я заслужил дружбу такого живой легенда. В полном смысле этого слова Сайдемин живая легенда. И всех других политиков, которые в возрасте, и их тоже призываю, чтобы они посмотрели и брали пример с такого героической личности. В общем, все, что я хотел сказать, пока все сказал, еще у нас впереди путь, еще у нас будет митинг в двух городах, и там тоже продолжим наши съемки. Добрый вечер. Спасибо.